С Вики Ви Си, друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоролике мы решили устроить себе небольшой челлендж и преодолеть дистанцию Нямунайтис-Алитус на каяках по реке Нямунас. Начинаем свое путешествие мы вот в таком месте. Это место находится в Нямунайтисе. И если кому интересно, то это такой небольшой семейный ресторан наших знакомых, с которыми мы познакомились. Это наши подписчики. И они вот и пригласили нас прокатиться на Байдарке. Кстати, они тоже будут первый раз преодолевать такую большую дистанцию. Поэтому мы решили сделать себе вот такое соревнование и попробовать преодолеть эту дистанцию на каяках. Если вы тоже хотите прокатиться на каяках или отдохнуть в таком ресторане на природе, то все контакты я оставлю в описании. Ресторанчик этот находится в очень живописном месте. Сейчас в центре кадра вы видите Божничу Нямунайтиса. И также здесь еще есть вот такая зона на природе. И что очень круто, то что все это находится на берегу Нямунаса. Сюда можно приезжать большими компаниями и здесь можно проводить разные мероприятия и дни рождения. И посмотрите, какой замечательный вид открывается с вот этих столиков. Помимо того, что здесь можно отдыхать на улице, также в плохую погоду можно находиться под навесом, либо внутри помещения. Ну а сейчас на экране вы видите наш транспорт, на котором мы планируем преодолеть этот маршрут. Это вот такая двухместная байдарка. И также, если вы приедете сюда большой компанией, то байдарок хватит на всех, потому что здесь их 10 штук. И байдарки двухместные. То есть можно спокойно компанией 20 человек отправиться в плавание. Что касается меня, я ни разу не плавал на байдарках. И тем более по такой большой реке, как Неман. Поэтому сегодня мы это попробуем. И самое главное, что мы попробуем преодолеть такую большую дистанцию от Нямунайтиса до Алитуса. И поэтому в этом видеоролике я поделюсь с вами своими впечатлениями. Поэтому ставьте лайк и поехали. Друзья, вот так это выглядит от первого лица. У нас вот такие весла огромные. И мы плывем по Неману. Это просто незабываемые впечатления. Я очень рад, что мы сюда сегодня приехали. Сначала было лень просыпаться утром. Юля думала даже вообще сюда не ехать, потому что боялась плавать. Но в итоге мы поехали. И я вообще не жалею, потому что это очень крутое путешествие. Первый раз в жизни я плыву. И тем более такая большая дистанция. Ну как сказать большая. Может для профессионалов она и небольшая. Но для обычного человека, как я, это большая дистанция. Проплыть от Нямунайтиса до Алитуса. И знаете, самое интересное. Я уже представляю, как мы будем подплывать к Алитусу. Потому что в Алитусе у нас есть несколько мостов. И мы будем проплывать на каяке под ними. И вот я очень жду сейчас этого момента. Потому что мне кажется, это будет очень интересно. Увидеть Алитус не с моста, а наоборот из реки. Это будет тоже очень незабываемые впечатления. Продолжение следует... Друзья, прямое впечатление. Сейчас проплываем мимо знаменитого места. Это Атоданга. И она очень красивая. И, кстати, это является достопримечательностью в Литве. Смотрите, какие здесь пороги. Какие здесь волны. И мы сейчас плывем здесь на каяке. И это очень, очень активный отдых. Друзья, это экшн. Здесь такие волны. Подождите, я сейчас развернусь. Потому что здесь начинаются волны. Здесь внизу камни. Короче, очень крутое место. И сначала мы плыли, мы были прям расслабленные. Но теперь я прям чуть-чуть напрекся. Потому что смотрите, какая волна идет от вот этих камней. Здесь такие небольшие пороги. Очень интересное место. Ну вот, друзья. Проплыли мы уже Тарзанию. И подплываем к Алитусу. Очень такое, знаете, странное чувство. Когда ты подплываешь к Алитусу. Именно по реке. Раньше все время по суше. Мы сюда подбирались. Вот в этом лесу мы часто гуляем. Это Витсгирьомишкас. Такой лесок. Очень красивый тоже. И сейчас мы вот подплываем к этому лесу. Но со стороны реки. И сейчас проплыли Тарзанию. Тарзания находится вон там сзади. А впереди нас ждет сейчас военная часть. Потом будут мосты. Мосты Алитуса. И мы уже приплывем в Алитус. Кстати, еще что хотел добавить. Что, в принципе, по ощущениям мы доплыли очень быстро. Хотя мы уже плывем где-то, наверное, полтора или два часа. И еще нам осталось плыть один час. Но я очень рекомендую, друзья, если вы ни разу не плавали на байдарках. В описании к этому ролику я оставлю контакты Дарюса. И вы можете приехать в Алитус когда-нибудь и тоже поплавать на байдарках. Потому что это незабываемые впечатления. Я первый раз плаваю. Но я хочу плавать еще и еще. Потому что это очень круто. Это незабываемо. И здесь прям тебя переполняют эмоции. Также очень красивая природа Немана. Здесь можно плыть по реке, слушать голоса разных птиц. И, короче, друзья, это очень круто. Я вам рекомендую поплавать на байдарке. И именно по Неману. Потому что Неман это большая река, на которой не нужно маневрировать. В принципе, река практически всегда сама тебя несет. Тебе лишь немножко нужно подыгрывать веслами. И я думаю, что это нравится. И я хочу маневрировать. Это очень круто. И я хочу пыли. И я хочу увидеть ее. И мы с вами спрашиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, наш родненький Алитус подплыли к первому мосту уже. Этот мост выходит на трассу Алитус-Вильнюс. И нам предстоит преодолеть еще три моста. Всего мы преодолеем четыре моста, которые находятся в Алитусе. Три из них автомобильные и один пешеходно-велосипедный. Сейчас вы на экране видите первый мост. Мы проплываем в очень интересное место возле Алитуса. Здесь река Неман делится на двое и посередине образуется вот такой вот остров. Надо будет как-нибудь сделать видеоролик, повыживать на этом острове 24 часа с палаткой. Кстати, когда я буду делать выживание на этом острове, я планирую заказать сюда пиццу, заказать сюда пиццу, пиво, взять еды побольше. И, короче, будет такое нормальное выживание на острове. Итак, друзья, мы наконец-то добрались до второго моста. Это велосипедно-пешеходный мост. Я очень рад, что потихоньку мы приближаемся к концу своего путешествия. Очень незабываемое путешествие, друзья. Если вы ни разу не плавали на каяках по реке, то очень рекомендую этот маршрут. Это просто самый шикарный маршрут, который я видел. Здесь такая тишина. И благодаря тому, что Неман очень широкая река, вам не нужно постоянно маневрировать от берега к берегу. Вы можете вообще даже не задействовать весла. И река будет просто сама потихоньку тащить вас посередине. Поэтому эта река и этот маршрут мне очень понравился. Можно, в принципе, и физически поработать веслами, а можно и просто отдохнуть, посидеть. И самое шикарное то, что вокруг очень красивые пейзажи. Много птиц поет. Два раза мы видели маленьких оленят, которые прямо на берегу пили воду. В общем, маршрут просто шикарный. Всем рекомендую. Очень интересные впечатления. Обычно я гулял сверху этого моста, а теперь я плыву снизу под ним. В принципе, очень интересно, когда видишь жизнь под другими углами. Проплываем мимо Пермосолитус. И сейчас на экране в центре кадра вы видите Пелякалнис. Очень необычно наблюдать его с реки. Обычно мы там гуляли пешком. Ну вот, друзья, мы и приближаемся к последнему мосту. Это мост, который соединяет Пермосолитус и Алитус. И на этом мосте наш маршрут будет заканчиваться. Мы планируем причалить здесь к пирсу и остановиться. Ура, друзья! Мы проплыли под мостом. И сейчас планируем причаливать вот к этому пирсу. Короче, очень классное путешествие получилось. Ура, друзья! Вот мы и причалили к берегу. В общем, друзья, вот и закончилось наше путешествие. Я под очень большим впечатлением. Такие впечатления я получал последний раз, когда летал в Вильнюсе на воздушном шаре. Вот это путешествие на байдарках мне напомнило. Путешествие в воздушном шаре. Там я тоже испытал очень большое количество эмоций, как здесь. Поэтому, если вы никогда не плавали на байдарке, я вам очень рекомендую это сделать. Если хотите, можете сделать это с Дарьюсом. Телефон Дарьюса я оставлю в контактах. Он разговаривает также на русском, если вы не знаете литовского. И вместе с ним вы можете тоже прокатиться по этому маршруту и заказать у него эту услугу. Поэтому в описании будут все контакты. От себя хотелось бы еще добавить в конце этого путешествия, что если вы тоже отправитесь в такое путешествие, я рекомендую взять вам с собой побольше еды. Всю эту еду и вообще какие-то вещи сложить в непромокаемый специальный мешок. Называется гермомешок. И помимо еды рекомендую еще взять такую специальную пенку, которую можно положить на сидушку. Потому что сидушка в байдарке пластиковая. И мы плыли где-то 3 или 3,5 часа. И когда ты сидишь 3 часа на пластиковой сидушке, то в принципе это доставляет небольшой дискомфорт. Поэтому обязательно рекомендую брать побольше еды. Каких-нибудь напитков и специальную подкладку под сидушку. Тогда ваше путешествие пройдет еще комфортнее, чем наше. Но тем не менее, даже с таким небольшим дискомфортом, мне очень понравилось это путешествие. Всем рекомендую хотя бы раз в жизни попробовать прокатиться на байдарке по такому длинному маршруту.